Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы геройствуем в мире меча и магии, проходим кампанию за Роланда. В прошлом сценарии мы сражались на карте Переломный момент, Арчибальд должен был выйти на связь с нами, но почему-то это не сделал. Следовательно, все союзники Арчибальда были побеждены, и Роланд был очень рад тому, что мы его не предали. Что же будет в этой серии? Что ты отказался от предложения предать меня. Скажу вновь, я у тебя в долгу. Не сомневайся, что когда все это кончится, твоя преданность не останется без награды. Волшебницы Норастона просят меня о помощи. Их открытое обращение ко мне навлекло на них ярость Арчибальда. Желая примерно наказать их, Арчибальд направил туда большую армию. Если мы хотим, чтобы нашей дипломатии доверяли и дальше, волшебниц нужно защитить. В помощь тебе я посылаю лорда Халдена. И еще раз спасибо тебе. Сценарий 6. Защитник. Гильдия колдунов славного города Норастона попросила Роланда помочь и отбиться от союзников Арчибальда. Чтобы победить, вы должны захватить все вражеские замки. Не потеряйте Норастон, иначе вы проиграли. Один из вражеских замков на острове Вокеане. Так вот, остров Вокеане мне совершенно не нравится, потому что придется снаряжать корабль и плыть, плыть, плыть. На выбор дается заклинание Фантом, призвать земляных элементарий и воскрешение. От Фантома я отказываюсь, потому что он, по-моему, стоит 25 единиц магии. Он очень дорогой, создает дубликат отряда, но при первом же попадании этот отряд уничтожается. Это разумно было бы использовать на каких-нибудь стрелков, но даже не знаю. А вот призвать земляных элементарий, мне кажется, оптимальный выбор, потому что воскрешение. Здесь еще не ясно, какой это истина или нет. То есть воскресятся юниты во время боя или на совсем. Поэтому не буду рисковать и выберу элементарий, которых можно призвать, и они будут танковать. Итак, поехали. Вы получили послание из гильдии. Хвала богам, вы прибыли все-таки. Два врага осаждают нас с севера, с моря. Пожалуйста, спасите нас. Вы наша последняя надежда. А вот такое вот сообщение было. Так, а это кто? Лорд Халтон. Лорд Халтон, ты кто такой? Ты рыцарь. Рыцарь, который обладает неплохим знанием магии. И у него есть еще пять джинов. Есть сила магии, знание увеличенное за счет белой жемчужины. Бездонная сумка, баллистика, лидерство и дипломатия. А также у нас кто это? Это Ариэль. Колдунья. Кстати, колдунья, которая умеет хорошо плавать. Вот это на Растун получается? Нет, это Блэк Ридж. А Блэк Ридж можно улучшить? Да, его можно улучшить. Правда, денег у меня совсем-совсем нет. Кроме того, здесь болото. А это, в свою очередь, отвратительно. По той причине, что мы будем очень медленно перемещаться. Ну что ж, поехали. Давай ты выйдешь из города. Я очень хочу, чтобы здесь был какой-нибудь герой-варвар. Но здесь герой-чернокнижник. И здесь герой-магичка, которые мне совершенно не нужны. Ладно, начинаем отстраиваться. В первую очередь, статуя. Кстати, у меня хоромы для гномов построены. Можно боевых сразу нанимать. Это хорошо. Так, статуя построена. Количество золота будет больше. Я мог бы, конечно, на первом ходу построить корабль. Но вот я не знаю, с этой армией мне стоит куда-то отправляться. С одной стороны, если очень-очень быстро захватить замок, который в океане, это было бы замечательно. Только вот знать, где он. Но вот здесь вроде есть какая-то суша. Ну, по крайней мере, вот этот кусочек. Давайте, не знаю, что ли, попробуем. Верфь. Где она здесь? Корабль. Да, корабль мне будет очень и очень необходим. Так что... Ариэль, у тебя суицидальная миссия захватить замок любой ценой. У тебя будет практически 30 гномов. Ты должна справиться. Не подведи меня. Сходимся на корабль. И буй. Вот что буй делает. Посмотрим на следующем ходу. Тут же я посещаю беседку. Ой, я сейчас весь ход потрачу, наверное. Да, потратил весь ход, но уровень получил. Удача или разведка? Разведка, я думаю, всяка мне не пригодится. То есть она пригодится на первом этапе, а вот удача послужит мне гораздо больше. Поэтому беру удачу. Карты Мавилана. Далее. Корабли крушения давайте посетим. У нас есть джинны. Я думаю, можно одолеть кого-нибудь. А здесь просто замок, который никак не расстроить. Данно завершить ход. И поехали. Что это за бой? Ваши спойники замечают морской бой. Он указывает верный курс. И это повышает боевой дух. Здесь потерпевший кораблекрушение. Вы спасли жертву кораблекрушения от неминуемой смерти. Бежал сном океане награда за вашу доброту золотой лук. Когда я сплаваю еще к картам Мавилана, надеюсь, он откроет мне, не знаю, область какую-нибудь вокруг. А бывший капитан, живший на этом подновленном рыболовном причале, предлагает вам карты, составленные в прежние дни за тысячу монет. Желаете купить? Ну, давайте посмотрим, что это делает. Вау! Вот за это вам спасибо, Марвелла. Вот здесь явно города не будет. Вот здесь есть город. Здесь тоже. Здесь. А здесь уже побережье. То есть, открылись абсолютно все карты. Замечательно. Следовательно, враг, я думаю, расположен на вот этом острове. И у него три корабля. Я думаю, нужно рашить и лететь прямо сюда. Чтобы, по крайней мере, угрозу с моря устранить. А здесь, наверное, в этой части или в этой будет соперник. Возможно, эта карта будет довольно-таки быстро пройдена, неожиданно. Итак, что можно построить? А построить можно ровным счетом ничего, потому что... Хотя нет, колодец. Пусть будет. Далее. Лорд Халтон. Посмотри, что здесь случилось на этом кораблекрушении. Да, я желаю обыскать. Или не стоило такое желать. А ты сможешь призвать? У меня нет заклинаний, естественно. А заклинания, получается, достались Ариэль. Призрак. Но скорость высокая. Но вот они долетят до стрелков. Ладно. Атакуем. Посмотрим, что будет. Да. Лучницы все погибнут. Да, и призраки увеличат свое число за счет убитых противников. Ух ты, сколько урона Джина получили. Лучницы, вас за 12 штук осталось. Защищайтесь, пожалуй. Джина, уничтожьте вот этот отряд призраков. Самое многочисленное. Так, еще теряем лучницы. Точнее, рейнджеры. Ну, какая разница? Они же лучницы. Так, здесь 13, здесь 8. Уничтожим отряд 13. Ну, удалось уничтожить. Джин, пожалуйста. Одоли вот этих призраков. Три осталось. Один Джин потерян. Отвратительный расклад. 500 опыта. Я получил 5000 золотых. С потерей одного Джина. Ладно, скрипя зубами, я соглашаюсь на это. Ничего не поделать. Далее, следующий ход. И вот поплыл первый корабль. Вот пошел первый вражеский герой. Знать бы, какая у него армия. Хотя вот здесь можно узнать. А стая орков, немного волков, много гоблинов. Может с ним встретиться прямо в морском сражении. Ну, давайте попробуем. Хотя вот если я параллельно буду собирать, что это обломки. Неплохо. Здесь еще сундук соберу. Опыт. Нет, только золото. Давайте посетим буй. Он указывает верный курс, но морали не получил. Сюда я добраться не могу, поэтому я перехвачу вот этот сундук. 1500 золотых. И этот не смогу перехватить. Ладно, если что, очень плохо будет вот этому герою варваров. Как тебя зовут-то? Атлас. Он решил соперничать в навигации с колдуней. Но это глупо было. Так, забираем здесь, что мне пригодится. Золото мне, я думаю, не понадобится, потому что здесь очень много обломков. И я смогу раздобыть. А вот опыт. Отлично. Логистика. Замечательно. Теперь мельницу. Зайдем. Два кристалла. Так, указать. Депрекон предлагает вам артефакт. Божественный доспех за 3000 золотых. И просит 5 единиц серы. Защита плюс 3. Да, я готов купить. Почему? А мне серы нет. Ладно, вот эту серу соберем и заберем. Может здесь какой-нибудь герой-варвар появился? Нет, не появится, пока я никого не найму. Ладно, завершаем ход. Разведка докладывает, что известный некромант Вирм замечен на северо-западе. Это плохо. Поэтому я забираю серу, забираю дерево. Северо-запад. Где-то вот в этом углу, скорее всего, он поскачет по дороге. Я думаю, ему потребуется неделька, чтобы до меня добраться. Так, забрал здесь ресурсы. А орк, куда он уплыл? А он высадился здесь. Зачем, не ясно. Ладно, тогда я высажусь и захвачу его город. Дерзко, резко. А как высадить свод? Никто не оброняет. Я думаю, за этот ход я заберу город. Если что, он не так далеко плавает, как моя магичка. Дальше, что здесь можно построить? Гильдия воров не нужна, рынок не нужен. Будем ждать. 16,5 тысяч золотых. Вот это красиво. Завершить ход. Вот он сел на корабль. А здесь соперник также где-то скачет. Так, что я хотел? Я хотел захватить вражеский замок. А мне за один ход не захватить, тогда возьмем опыт. Тысяча опыта. Навигация третьей ступени, да. И в следующем ходу заберем уже город. Я заберу деревяху и заберу доспех. Да, я его покупаю, он мне необходим будет. И можно было бы здесь поискать гномов, только вот как их сложно будет искать. Вот здесь еще не видно, кто это и что это стоит. Но это что-то с топорами. У меня есть подозрение, что это могут быть гномы. Поэтому я найму еще одного героя. Чародейку, наверное. Или Расманда у кого? Вот, Расманда. У него очень высокая скорость. Я сейчас выгоню кентавров, чтобы они не мешались. У него есть еще разведка. То есть он будет видеть карту подальше. Поэтому едем сюда. И посмотреть, кто там вообще такой сидит. А в городе построить, собственно, ничего нельзя. Мне здесь не хватает дерева. Чего? Необходимо Стоунхендж. Для Стоунхенджа не хватает руды. А где-нибудь здесь рудное жило поблизости есть? Что-то не видно. А вот, сейчас нужно будет следующим ходом забрать. Завершить ход. Так, он поплыл дальше. Опаньки, опаньки, опаньки. Эктор, какая у тебя армия? Эктор. Ну вот этот город всяко пойдет. Захватываем варварский город. Тролли. Огры. Бум. Я думаю, туда призвать элементарий. 30 единиц магии. У меня как раз 30. А почему я не могу их призвать в какое-то нужное мне место? Они отсюда будут идти полгода. Ладно, феечки. Ваша судьба определена. Вы будете танковать. Наверное, один удар выдержат. Да, спасли гномов от одного удара. Так, идемте все вперед. Да ладно. Стену проломила катапульта. Она просто гений. Гномы один только погиб. Элементарий будут встречать отдых, как я понимаю. Или гномы их сейчас встретят. Уничтожьте всех. Нет, только двое погибли. Элементарий такие медленные. Я вот думал, что их можно призвать в любую точку боя, но ладно. Ну что ж, тролли готовы умереть. Отлично, город захвачен. Угроза практически нейтрализована. Правда, вот здесь кто-то ездит. Ну, я думаю, не составит труда победить. Так, где здесь колодец? Колодец, колодец. Я его не вижу. Потому что его не построили. Волков не нанять. Огров не нанять. Гильдия магов. Никого не нанять. Кстати, а в гильдии магов какие заклинаны? Каменная шкура, щит и волшебная стрела. То есть соперник мне особых проблем не доставит. Так что строим здесь колодец. Просто потому что деньги есть. И будем переждать этот ход как раз в замке. Если враг нападет. Так, Расмунд. Ты смотри, здесь кто у нас стоит? Гномы, 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 гномы. Расмунд, пожалуйста, ты должен их собрать. Чтобы отбить вот эту атаку Эктора. Потому что в моем замке никто с ними не справится, к сожалению. Забираем руду. И еще бы навык посмотреть здесь какой. Так, и... Я аж ничего построить не могу. Я могу построить Стоунхендж. Руда появилась. Строим. Завершить ход. Да. Так, еще красный игрок тут ездит. Так что у нас здесь происходит. Меня пытается атаковать Жаклин. У нее мало джинов. Стоя вождей. Стоя волков. И здесь где-то плавает еще корабль. Который собирает все мои ресурсы. Это меня не радует. Ну что ж, поделать. Здесь я могу, конечно, что-то построить. Но единственное, что принесет мне существо, это пирамида. На пирамиду у меня, соответственно, денег нет. Можно построить, например, башню. Потому что они будут явно штурмовать мой город. А башня поможет мне защититься. По крайней мере, нанесет побольше урона сопернику. Тут я смотрю, что за навык. Это навык логистики. Да, сейчас он мне пригодится. Гномы, присоединитесь ко мне. Вообще-то я хотел этот отряд присоединить. Но да ладно. Так, сколько их? 31. Замечательно. Гномы присоединяются. Гномов 46. Из такой армии, я думаю, смогу защититься от Вирма. От Эктора. Надо бы ее, конечно, подвезти Халтону. А Халтону вообще надо было спрятаться в городе. Так безопаснее будет. Выходить атаковать я не вижу смысла. Поэтому сидим здесь в замке дальше. Завершить ход? Да. И вот. Мои гномы должны победить эту атаку. Стена, держись. Стена молодец. Стена держится. Три гнома погибло. Нужно уничтожить, в первую очередь, джинов. Орков в башне расстреляют. Чем уничтожить джинов? Можно. Земляными элементарями. Если я применю это заклинание, то я лишусь, в принципе, магии. Волшебная стрела. Урон 10 единиц, умноженное на силу магии. У меня сила магии 2. То есть 20 единиц. Это ничего не значит для джинов. Поэтому, так и быть, я призываю. Земляной элементарь, я выбираю тебя. Помогай, сражайся. Гномы, убейте всех. Только одного. Три гнома еще погибло. Элементарь, добейте. Спасибо. Стена держится. Стена молодец. Гномы, вы защищаетесь. Элементарь, вы куда-нибудь идите. Вот, сейчас элементарь должны застопорить волков. Но мы же дети. Элементарей не страшно потерять совершенно. Памы. Только одного волка убили. Что ж вы такие слабые? Кусь. Два элементаря погибли. Еще кусь. Еще элементарь погибли. Так, два осталось. Гномы, гномы. Давай-ка вы спрячетесь куда-нибудь подальше. Волки не успеют к вам подойти. Элементарь, давайте по красоте. Отлично, башни теперь будут уничтожать волков. Гномы, ждите. К вам сейчас придут волки. И сейчас будут ломать мои ворота, а потом башню. Даже вот не знаю, стоит ли атаковать или нет. Мне кажется, что... Нет, чтобы не получить контратаку. Пойдем. Пусть. Восемь гномов осталось. Пять волков. Семь гномов. Три волка. А вот теперь можно. Два гнома. Точнее, два волка шесть гномов. Отлично. Великая победа за мужество, проявленное в бою. Ариэль получает 1050 единиц опыта. И ужасную маску. И астролябию. И медаль мужества. И белую жемчужину. И кулон жизни. И логистику. Как этот город потерян, это было ожидаемо. Теперь, Ариэль. Ты можешь здесь осмотреть, если здесь что-то еще есть. Например, забрать шахту. Тут я в городе, пожалуй, буду сидеть. Потому что вылазка представляется опасной. Так как здесь армии больше, чем у меня. А вот здесь, я не знаю. Может попробовать осмотреть и дальше территорию. Хотя я очень медленно перемещаюсь по этому болоту. Аж четыре хода нет. Я вернусь, лучше отдам армию. Так здесь что можно построить? Здесь, в принципе, больше мне ничего строить не требуется. Разве что Ариэль дать армию из варваров. Могрые вот мне нравятся за счет того, что они и жирные, и довольно-таки мобильные. Давайте их тоже построим. Домик получше. Теперь в своем городе. Я не могу построить единорогов, потому что мне не хватает самоцветов. А самоцветы я могу получить на рынке. Для алой башни мне не хватает тонну ртути. Либо могу построить стон хендж. Я предлагаю сначала построить рынок и что-нибудь, например, золото обменять. Ух ты, какой курс невыгодный, но что поделать. Меняем. На следующем ходу появятся единороги. Завершить ход, да? Так, ну он пусть плавает. Он в любом случае проиграл. Тут захватываем шахту, захватываем лесопилку. И здесь, как понимаю, больше ничего не будет. Здесь я возьму сундучок золота. Просто, чтобы враг не зацепил. И дальше направляюсь в город. Кстати, а Халтон, ты сможешь досюда доскакать? Ну, он может вот досюда доскакать и забрать эту армию. Тогда я, возможно, найму в городе себе армию. И тогда будет что-то интересное, наверное. Так, нанимаем всех. Мне хватит денег? Ну да, у меня тонна просто. Так, и кого еще? Эльфы, точно. Феи я, опять же, брать не буду. Они весьма слабы. Завершить ход? Да. Так, враги тут что-то тусят. Непонятно почему. Так, Рассмот, выходи на дорогу, едь ко мне. А я заберу армию. Я заберу эту ардищу гномов. И куда направлюсь? Я направлюсь за Артутью. Она мне очень нужна. Вот эти кентавры пусть здесь стоят. Северная шахта вроде мне ни для каких постройок не требуется. Здесь, опять же, Ртуть. Здесь Ртуть. И здесь Дерево. Ну, то есть, больше мне особо некуда тратить. Чтобы улучшить, предлагаю улучшить полигон. Потому что Ртуть пригодится для постройки Алой Башни. Здесь захватываем шахту. Вот в этом углу будет еще что-нибудь? Нет, в этом углу карты ничего нет. Следовательно, садимся на корабль и осматриваем близлежащие территории. Вот я надеюсь, что на этих островах монстров не будет. Иначе нужно будет вернуться и посражаться с ними. Но можно дождаться пополнения. Давайте так и сделаем. Статуя здесь есть. Нужно будет тогда еще вот эти два улучшения сделать. И забрать армию. Хоть какую-то. Завершаем ход. Вот он, негодяй, подбирает мои ресурсы. Скачем резко и дерзко и нападаем на Максимус. У него только много крестьян. Джина, наверное, смогут всех крестьян одолеть, я думаю. Да, Джина красавца. Друиды убьют хотя бы половину копейщиков. Ну да. Единороги подождут и враг бежит. Это замечательно. И заберем ртутную лабораторию. Следовательно, вот этот город улучшен. Я его не буду пока захватывать. Или его надо бы захватить. Мне бы сейчас поймать вражеского героя, а лучше захватить вражеский замок. Или взять сундучок. Давайте посмотрим, откуда вообще они приехали. Вот, вышку обязательно надо открыть. Здесь я сажусь на корабль. Пожалуй, на этот он поближе. И буду смотреть, что вокруг есть. Тут забираем ресурсы. Отлично. Печки поделятся еще кристаллами. Здесь я вот даже не знаю, стоит ли мне отсюда армию брать. Наверное, все же стоит. Потому лучше здание. Тут улучшить менгеры. Но тогда я потеряю для алой башни много ресурсов. Поэтому здесь ничего не строим. Завершить ход. А вот так вот, значит. А успеет ли он высадиться? И у меня сейчас замок без защиты. Арасмант, иди-ка ты сюда. Пятый день. Это будет очень смешно, если я проиграю сейчас. Открываем общую карту. Видим здесь один замок. Второй замок. Два красных героя. Замок Некроманта. И, наверное, здесь еще один замок Некроманта. И пройти в моей земле можно цивилизованно только здесь через дорогу, где здесь еще обитают гномы. Они бы мне пригодились. Гномов на этом участке нету. Здесь я тоже гномов не наблюдаю. Это печально. А здесь тоже никого нет. Да, то есть я, получается, всех гномов собрал. Это давайте захватим перекресток, а сначала возьмем навык. Орлиный взор. Ну, пусть будет. Я все равно не умею творить заклинания. А у меня есть волшебная книга. А у меня просто заклинаний нет. Замечательно. То есть заклинание, которое дается при старте сценария, досталось Ариэль. Но лорд Халтон от него отказался. Забираем. Крестьяне прощайте. Замечательно. Ариэль. Заскочи-ка ты все-таки в замок и возьми себе армию. Тут я все, что хотел, построил. Теперь забываем про этот замок напрочь. А здесь строить также ничего не требуется. Завершить ход. Зеленый игрок был брошен своими героями и изгнан с позором из этих земель. А этот позорник собрал просто кучу моих ресурсов. Так, навык я здесь взял. Что будем делать дальше? Можно захватить людской замок, потому что он особо не охраняется. А у них уже есть паладин. У них уже есть паладин. Но вот моей армии гномов, я считаю, вполне достаточно. Давайте еще получим здесь опыт. Логистику, пожалуй, я возьму. Возьму еще у древа знания уровень. За 10 самоцветов. Вот зачем самоцветы этому древу нужны, я не знаю. Если вы располагаете этой информацией, пишите в комментарии. Что древо может сделать с самоцветами? Берем армию. 10 орков. Гоблинов я не трогаю. 5 троллей. 6 огров. Деньги у меня, между тем, заканчиваются. И я буду передвигаться с низкой скоростью из-за орков. Но они, наверное, мне пригодятся. У меня и так армия маленькая. Садимся на корабль и поплыли. Так вот, этот остров, скорее всего, был посещен. Но я не знаю, с уверенностью утверждать не могу. Расмант будет сидеть в замке и его охранять. Завершаем ход, да? Чернокнижники на востоке, рыцари на севере. Вот почему рыцари против меня сражаются. Так вот, этот рыцарь, что в болоте сидит, мне проблем не доставит, поэтому... Атакуем замок. Ну, или ищем героя, который здесь какал и куда-то спрятался. Ладно, атакуем замок. Зам вылезет. Здесь есть четыре мечника. Какие заклинания я получил? Каменная кожа, волшебная стрела, 20 единиц магии. Окей. Минус один мечник. И джины, пожалуйста, добейте всех оставшихся. Замечательно. Победа, замок захвачен. Берем лидерство. И вот он, Максимус. Давай-ка, иди атакуй замок. А здесь что есть? Здесь ничего нету. Печально. Но они уже построили здание для паладинов. Так, в гильдии магов есть разрушительный луч, стальная кожа, хладный луч, каменная кожа, волшебная стрела и замедление. Ничего прям такого жесткого я не наблюдаю. Так, плывем сюда. Здесь все соперник собрал. Здесь я вижу деревяху, тут я вижу опыт, тут я тоже что-то ценное вижу. Я бы, конечно, пособирал бы вот эти обломки, чтобы просто больше получить всего полезного. Ух ты, сколько сундуков! Сколько сундуков! Вот это вот очень интересное место. Давайте туда направимся, параллельно осматривая, что где есть. Это указатель. Ну, замечательно. Ксанаду меня не пустит. У меня какой уровень? У Ариэль. Ариэль, Ариэль, Ариэль. Ариэль, Ариэль третий. Третий. Это не подходит для Ксанады. Там нужен уровень повыше. Что у нас на этом острове? Беседка. За тысячу опыта высаживаться я не думаю, что стоит. Здесь мантия, которая, по-моему, защищает от огня. Тоже не хочу. Плывем дальше. Расман сидит в замке. Этот замок мы охраняем. Ожидаем, что Максимус решит его вернуть. Тут строить нечего. Здесь просто замок... Даже не замок, а просто деревушка существует. Следующий ход. Некроманты опять ушли на восток куда-то. Кстати, а городов-то у рыцарей больше-то не осталось. Максимус, ты сейчас, если не атакуешь меня, то проиграешь. Поэтому я решаю сам тебя атаковать. Что у него наиболее опасное? Наиболее опасные лучницы, если они начнут стрелять. Давайте оденем шапку стальную на джинов. И запускаем их в атаку. Удачная атака по пристену. 431. Так, теперь нужно бы уменьшить число паладинов, но справятся ли с этим друиды? Мне кажется, они скорее убьют больше стрелков. Но паладины достают мне явно много проблем. А вот эльфы не успеют в следующем месте выстрелить. Паладины защита 14, атака 12. Урон 5-8. Чисто технически они могут нанести 64 единицы ущерба в идеальной ситуации, но защита у паладинов выше. А в худшей ситуации 35 и никого не убить. Поэтому давайте ударим лучников. 78. И враг бежал. Это великолепно. Максимус труса сбежал, и у них не осталось замков. Я бы заехал вот сюда, в форт, но мне здесь некого улучшать. У меня и так улучшены, а друидов в форте не обучат. Искусство магии. Поэтому не будем туда заезжать. Нужно будет атаковать Эктора, потому что он явно планирует захватить перекресток. Хорошее название для города. Так, плывем на этот остров, точнее к нему. Смотрим, здесь есть артефакт, подзорная труба. Здесь есть немного ртути. Вот здесь вот есть еще некромантический городок. Давайте его захватим. Просто потому что мы можем. Арасман сидит и охраняет. Завершить ход, да? Да, перекресток возвращен, но это ошибка Эктора. Мы в ответ атакуем его армией. И он зажат в городе. А вот здесь уже поинтересней. Угрозу представляют как кентавры, так и лучницы. Вот было послепление, было проще. Остальная шапка вновь на джиннах. Кроме того, разбойники, они смогут неплохо так меня ранить. Я вот думаю, в кого кентавры выстрелят? В джинов или в друидов? Кто, по их мнению, более опасный? Лучницы тоже опасны. 49 против 20. Кроме того, если я подойду сюда, то меня явно разбойники атакуют. Так что я атакую лучницы, в надежде не потерять ни одного джинна за этот ход. Да, разбойники не смогли меня атаковать. Андроиды, постарайтесь уничтожить как можно больше кентавров. Ну, хотя бы так. Единороги, а вы сможете ослепить разбойников? Против меня вы чуть ли не каждый ход ослепляли. Давайте покажите им мастер-класс. Да, естественно. За меня никто не хочет отвезлить никого. Так, и пол жизни уже с единорогов сняли. Гномы, тоже идите куда-нибудь вперед. Может, на вас сагрятся мечники? Нет, мечники идут к джиннам. Удар. Еще мораль сработала, минус джинн. Правильно? Да, минус джинн. Надо добивать кентавров. Удачный выстрел эльфов. Кентавры стреляют друидов. Так, теперь джинны. Я не хочу терять еще одного джинна. Поэтому я сделаю ход конем и атакую разбойников. А друиды уничтожат стрелков. Единороги. Не знаю, стоит ли им кого-то уничтожать. Мечники слишком опасны. Единороги подождут. Пещи куда-то вперед пошли. А вот гномы не могут пройти через кустик. Чтобы атаковать кентавров. Потом их атакуют мечники и, как полагаю, все погиб... Какие вы бронированы. Никто не погибает. Минус один друид. Но это было ожидаемо. Теперь мечников атаковать я не рискну. Потому что тут же здоровья нет. Они могут не все упасть. Давайте убьем кентавров. А затем всеми силами будем убить мечников. Пятеро осталось здесь живо. Как? Непонятно. Хладный луч запустить вас? Давайте попробуем. Трое. Это уже приемлемо. Единороги, ослепите их. Нет. Хотя бы мораль за меня сработала. Мои единороги никого не хотят ослеплять. Исправились. Добиваем мечников тогда уж. И стреляем в копейщиков. Они не смогут пережить эти атаки. Отлично. Победа. Практически 2000 опыта щит-шипами. Подать. И логистика третьего уровня, естественно. Желтый игрок сокрушен. Замечательно. Заходим в замок и переждем. Здесь время, чтобы магия восстановилась. Далее. Ариэль заберет костер. Ариэль захватит город. Просто потому, что она этого хочет. Что по этой ненекромантический город. Это город волшебников. Волшебников. Не ожидал. А в полуросликов язык еще хладно лучше. Их слишком много, на мой взгляд. А теперь можно расслабиться. Единственные угрозы это кабаны, которые могут очень далеко ходить. Тролли убить полуросликов, чтобы они не мешались. Гномы вперед. Теперь я не уверен, что кабаны смогут вот так обойти, ударить орков за счет того, что вот здесь бревно. А гномов мне в любом случае тут не пополнится никак. Это я объясняю, почему я ими атаковал. Так, нет. Волки будут ждать. Гном. Отлично. Вы никогда не... Сколько? 25 единиц урона огра. Этого я тоже не ожидал. Ладно, добиваем кабанов. Ждем. Ждем. Стреляем в големов. Они будут сто лет идти, поэтому на них можно даже вообще внимания не обращать. Волки немного отойдут, чтобы случайно к ним не дошли. И будем закидывать всем, чем можно. Пам. Два голема остались. Волки. Вы не рискуете. Тролли добейте. Нет. Ладно, тогда огры в ближнем бою справятся. Отлично, победа. Потерян только один гном. И возьмем казначея. Золото никогда не бывает лишним. И заходим на корабль. Плывем к этим сундукам. Мне очень интересно, что здесь спрятано. Далее. Рассмант сидит в замке. Рассмант. Молодец. Через три хода я смогу построить алую башню. Но вот нужна ли она мне? Завершить ход. Там некроманты что-то лазают. В этой хижине ведьмы я был. Теперь что мне требуется? Мне бы не помешала бы армия, если бы Рассмант тот же мне привез ее. Армия еще улучшенная мне бы не помешала. Вот я даже не знаю подождать Феникса. Давайте подождем Феникса. А тут попробуем своими силами справиться. Захватываем. Отлично. А, тут и еще. Вот этот город определенно нужно вернуть. Иначе мало ли тут мне наймут героя, который будет создавать проблему в моем тылу. Нельзя так это оставлять. Садимся на корабль. Завершить ход, да? Так, поплыли дальше к сундукам. Здесь ничего интересного я не вижу. Тут, в принципе, тоже. Здесь, скорее всего, только сундук. Вот это, это самый далекий остров, но, мне кажется, тут сундук, беседка с опытом и какая-нибудь магия. Поэтому плывем сразу к этим сундукам что-то ценное. 1500 золота. И на следующем ходе глянем. Возвращаем наш город. Хотел сказать, одеваем шапку, но катапульта мне помешала. Одеваем шапку на джинов. Джины летят уничтожать феи, они очень опасны. А эльфы сами разобьются. Нет? Джинов другая планета. Их окруляет удача, они уничтожают эльфы. Победа. Блэк Ридж возвращен. Посмотрим, что в Блэк Ридже было построено. А соперника решил только улучшить до замка и строить ровным счетом ничего. Ну, кроме домика эльфы и феи. Ладно, посидим здесь. Потому что враг тут рядом и может вновь вернуть. Армию привезет сам Рассмунд. Армию Рассмунд привезет. Может мне просто стоит обменять какой-нибудь ресурс. Так, требуется 30 руды. Но про дерево ничего не сказано. Поэтому давайте обменяем дерево. Дерево на одну ртуть. Меняем. И строим малую башню. Кроме того, какой сейчас день недели? Четвертый. Три дня еще ждать, пока новый прирост. Я не хочу, поэтому берем... Берем единственного Феникса. Хотя единственный Феникс вряд ли мне чем поможет. А я не могу нанять, потому что ртути опять же не хватает. Ладно, значит подождем три дня и потом привезем армию. Идем за знаниями. Точнее, за силой магии. Здесь получим опыт. А знания вот в этой будке. Отлично, еще 1500 золотых. Потратив часы на то, чтобы выловить сундук, вы и открыли, а там пусто. Печально. Здесь 1500 золотых. 1500 золотых. 1500 золотых. А может я смогу какой-нибудь дерзкий налет устроить с моря? Приплыв прямо к замку соперника. Почему бы и нет? Вот этого Караманта точно не ожидают. А это Драгонтус еще какой-то. Так значит, раз у них город. Два город. И, пожалуй, наверное, все. Завершаем ход. Посмотрим. Около Драгонтуса там кто-то скачет. Тысяча опыта мне сейчас не помогает получить новый. Давайте подеремся с Дарланой. Она будет в радиусе атаки, я думаю, в следующем ходу. Если она не убежит куда-нибудь в лес. Так, моей армии, я уверен, хватит. Но нужно переждать этот ход. Завершаем. Да. Итак, сражение. Силы не сказал бы, что не равны. Но вот у него 80 магии, а у меня 38. Так что можно использовать? Всеобщее ускорение? Вполне. Всеобщее благословение? Вполне. Давайте сначала ускоримся. Хотя я не уверен, что прямо сейчас стоит ускоряться. Нужно дождаться контрмер врага. Первыми будут летать вампиры. Вот жаль, что волки у меня первые ходят. Вампиры, скорее всего, полетят к троллям. Их укусят. Мне бы, наверное, на троллей стоит одеть шапку. Давайте шапку оденем. И ускорение понадобится, потому что вампиры будут в зоне досягаемости. И все будем их атаковать. Волки пропускают ход? Молния. Вот это неожиданно было. А вот этого я не ожидал. Гномы. Так вот это действительно было внезапно. Хорошо. Надеюсь, я смогу уничтожить этих лорд-вампиров. Да, один погиб. Это уже мне плюс. Орки, если вы атакуете, вы их отхилите. Пожалуй, пропустите ход. Теперь. Что бы мне могло помочь? Мне могло бы помочь элементали. Да, они слабые, и я лишусь тогда, в принципе, магии. Общее благословение. Пробы. Волки, давайте за задницу укусить вампиров. Покажите вашу двойную атаку во всей красе. Ариэль, скорее всего, проиграет. Да, Ариэль проигрывает, и она, пожалуй, капитулирует. Или бежит. Или бежит. Да, вот тебя можно нанять. Окей, а почему нельзя нанять? Потому что Расмунд сидит в городе. Расмунд, иди-ка ты отсюда куда подальше. Например, возьми опыт. И логистику. Она не Маймарель, потому что у нее очень много есть артефактов, кроме всего прочего. Улучшить, да? Еще неделя не началась новая. Точно. Ладно, тогда атакуем Дарлану, чтобы она тут не кружила. Что у Дарланы опасно? У Дарланы опасного нету ничего, поэтому сразу летим уничтожать королевских мумий. У Дарланы опасное заклинание. Еще минус один джин. Вот это было грустно и печально. Потеряли одного джина, но одолели. Берем стрелка, чтобы увеличить урон наших эльфов, друидов. И мне бы самому тогда в свой город вернуться, потому что у меня те же 7 обычных эльфов, точнее 7 друидов не улучшены, а 10 эльфов не улучшены. Завершить ход, да. Так, враг здесь кружит, колесит. Главное, чтобы на корабль не сел. Сколько у него героев? Ужас. Ладно, за сколько я доберусь в свой город? За 2 дня. Допустим, я сюда приехал. Дарлана выезжает, забирает моих не улучшенных юнитов. И какие артефакты я могу у тебя забрать? Вот лук мне понадобится при шторме замка. Астролябия не нужна, мораль не нужна. Сила магии и знания. Вот, защита от магии смерти полезна. Это я тоже, пожалуй, возьму. Это я тоже, пожалуй, возьму. Да, в принципе, все возьму, что можно взять. И теперь она идет улучшать существа в город. А почему нельзя улучшить? А, мне не хватает что-то на менгиры. У меня очень много денег. Сейчас накупим себе юнитов. И, соответственно, построим менгиры и также улучшим друидов. Так, феи, извините, сидите в городе. Гномов. Да и мне остается только друидов нанять, правильно? Нет, я еще эльфов не нанял. Так, что можно обменять? 5 ртути. Это очень много. Меняем все, что можно. Меняем. Кстати, а там не требуется что-то еще? Нет, только 5 ртути. А то вдруг бы потребовалась та же руда и опять менять. Отлично, 5 ртути есть. Настроим менгир. Друиды становятся высшими. И нанимаем еще 10 выше друидов. Вот это просто шикарно. Так, лорд Халтен, получи армию на следующем ходу. Завершить ход, да? Так вот, противник сел на корабль. Это плохо. Потому что противник будет захватывать замки на островах. И мне опять же придется с ним там мучиться, плавать. Я хотел так быстро захватить этот город, но создал себе лишь проблемы. Да, бывает и такое. Передаем армию. Так, а вот джинны, пожалуй, останутся у меня. Я их заменяю на фениксов. Иначе я не смогу передать моих друидов. И теперь вперед возвращаем обратно перекресток через ход. А тут мне потребуется, опять же, корабль, чтобы добраться до города орков. Как понимаю, это финальная цель визита будет соперником, раз он сел на корабль. Ари, поплыли снова. Начинаются наши морские приключения. Завершить ход, да? А, нет, он к моему главному городу, что ли, собрался? А, я против этого. А, нет, он собирается в водоворот зайти. А из водоворота, где он окажется? Да, около Шелтимбурга. Надо быстрее успеть и доплыть сюда раньше, чем соперник. Мариль, какой же ты замечательный навигатор. Далее, лорд Халтон ищет вражеских героев. Здесь он их не находит. А вот куда ускакал. Прежде всего, нужно Сандра одолеть, чтобы он не доставлял проблемы. А его как лучше будет одолеть через Жаклин, наверное. Хотя нет. Он может ускакать, опять же, к вот этому моему городу, который не защищен. Сначала Сандра, потом Жаклин. У кого из вас выше скорость? Одинаково бьем мумий и надеемся, что ход не перейдет к скелету. Но скелет не доживает, а друиды и эльфы очень быстры. Так, победа. Теперь возвращаем город и следим, куда движется Жаклин. Завершить ход, да? Нет, он в водоворот не идет. Он может как раз направляться к Нрастону. Вот и головная боль этот Вирм. Ладно, захватываем перекресток. Все зомби были сожжены. И уничтожим армию Жаклина, которая направляется к Нрастону. Что у Жаклин есть опасное. У нее ничего опасного нет, и она, в принципе, не владеет магией. Давайте уничтожим вампиров, чтобы к ней ход не перешел. Далее, у кого из вас высокая скорость? Ни у кого. Прощайте зомби-мутанты. Прощайте мумии. Убит один друид молнии, и враг бежал. Зато изучено заклинание молнии. И берем следопыта. Теперь, если произойдет такое, что... Хотя здесь везде дорог ведет к моему Нрастону. Хотел сказать, если произойдет такое, что какой-то из моих городов будет захвачен, я гораздо быстрее буду перемещаться по болоту. Но не тут-то было. Потому что тут дорога. И в любом случае у меня не будет проблем. Так, Ариэль, ты будешь здесь сидеть, в городе? Завершаем ход, да? Куда? А, он к этому городку плывет. Понятно. Плывет как раз к Вудхевену. К лесной гавани. Ну, ничего. Потом Вудхевен тоже отобьем. Так, атакуем Ранлу. Вот это было обидно. Единорог погиб один. Но Ранлу уничтожен. Ценой жизни одного единорога. Забираем здесь еще атаку. Вражеские герои поблизости есть. Вражеских героев поблизости нет. Следовательно, Занзобар падет. А тут просто заходим в город и ждем, смотрим, что будет происходить. Завершить ход, да? Так, я и думал, что враг приплывет. Именно в это место. Сандро, ты не выдержишь эту осаду? Из-за заклинаний что мне поможет? Молния? Возможно, молнией кого стоит ударить? Мумии? Это королевские? Да, у них сколько здоровья? 30. У меня магии 6. Попробуем. Осталось 2 мумии. В любом случае, в первую очередь, нужно уничтожать лордов-вампиров. Все, сожжены. Ох, фениксы, вы красавцы. А сколько здесь зомбари? 16. Я бы их тоже атаковал, но тогда... А личи кого-то ударить своей атакой. Давайте с этой стороны, чтобы скелеты не смогли дойти. Далее. А зомби здоровья 20, скелеты здоровья 4. Уничтожим всех скелетов лучше. И уничтожим сколько можем зомбарей. Друиды поменят от магии. А зомби не разбиваются от фениксов, потому что тебя не могут контратаковать еще раз. Отличная победа ценой жизни четырех друидов. Посмотрим, что здесь есть. Воскрешение, волна смерти. Наверное, соперник мог бы вот это заклинание использовать. Но у меня хорошо есть защита от магии смерти. Кого я здесь и могу нанять. Они не построили... Какой мы в залитре? С чего? А мне просто ресурсов не хватает. И иногда сразу не понимаю, чего мне конкретно в данной ситуации не хватает. Мне не хватает захвата вот этого замка и уничтожения армии Вирма. И вот это уж точно. Кроме того, в замке варваров у меня циклопов по-прежнему нет, потому что у меня нету столько кристаллов. Во-вторых, у меня армия в принципе-то сможет справиться. Но давайте еще подкопим сил и потом нападем. Что денег? Как раз будет еще один прирост. После этого снарядим полную армию и вернем вот Хевен и уничтожим Вирму. Теперь здесь же отправляемся на поиски вражеских героев. Завершаем ход, да? Итак, первым показался Эктор. В армии слабы, но не доставит никаких хлопот. Феникс отправляется за ошаренными кабанами. Кабаны не хотят прожариваться. И Эктор бежит. Давайте возьмем баллистику. Но баллистика мне не требуется сейчас. Особо проблем с тем, стены ломать нет. Кроме того, фениксы летят за стены. И лишнее время тратить на атаки баллисты, это не надо. Берем следопыт. Так, ртуть мне еще не требуется так много. И вот здесь нужно где-то выловить вражеских героев. Так, здесь ничего не делаем. Завершаем ход, да? Так, он поехал к Санаду получать опыт. Так, и вот он, Эктор, опять же. Привет, Эктор. Ты в прошлый раз сбежал, не хотел. Кого уничтожить? Низкая скорость. Очень низкая, очень низкая. Вот у вас средний. Прощайте. Далее, друиды уничтожат крестьян, потому что их много. Друиды еще заодно уничтожат стрелков, потому что они могут. А лучники добьют полуросликов. Победа. Жаклин с небольшой армией. И в следующий ход захватим Драгонтус. А в это же время, далеко на юге, в океане, Ариэль собирает армии. Тебя ж Ариэль зовут, да? Я просто подумал, а мало ли ее по-другому зовут, а я Ариэль называю. Так, берем очень большую варварскую армию и идем мстить Вирму за прошлое поражение. Давайте. Я бы сказал, давайте еще гильдию магов построим, а ресурсов на это нет. Поэтому садимся на корабль и на трет. Так, куда здесь Вирма отправился? А он отправился в сторону к Санаду. Не дойдет. Жаклина в безумии мечется между Идолом и Хижиной Ведьмы. Не найдя нигде убежище, она сталкивается с армиями лорда Халтона, который безжалостно уничтожает эту варварскую шаманку. Судя по ее внешности, она, скорее всего, шаманка. После чего лорд Халтон посещает ведьму, которая ничему не способна обучить столь прославленного военачальника и атакует Драгонтус, последнюю крепость некромантов на материке. Феникс отправляется жарить кабанов. Кабанятина зажарена. Друиды уничтожают птицрух. Но они могут, и им помогают в этом эльфа. Ему улыбается мораль, боевой дух. Лорд Халтон использует молнию на полуросликов, чтобы уничтожить их всех. Эльфы пытаются добить отряд зомби. У них это получается с первого выстрела. Драгонтус пал. Остался лишь Вудхевен и вражеский Вирм. Но с Вирмом разговор будет недолг. Корабль Ариэль уже преследует этого некроманта, и она готова высадиться. Так, а что у меня сейчас блокируется здесь? Эй. Я выбираю Ариэль. Фух. Я очень испугался, что он ничего не мог сделать до этого. Хорошо, Ариэль высадим. Он окаживается на острове. И в следующий раз атакует Вирма. Завершаем ход. Да. Вирма решает бежать, но его армии будут атакованы, как только они сели на корабль. Это будет жесточайшая расправа. Ариэль накладывает всеобщее благословение. Все готовы расправиться с армиями нежити. Первыми падут вампиры. жены уничтожили лишь одного вампира. При этом волки рвутся в бой. Они хотят отведать мясо горгулей. Волна смерти. Все джины, правда, были уничтожены. Вампиры отправляются сосать кровь троллей. Тролли не станут их атаковать, потому что они знают, что им помогут огры и орки. Мощный удар огров уничтожает лишь трех лордов-вампиров. Горгулей удачно посмотрели на волков. Но волкам неведанным страх и не контратакуют. Орки, добейте вампиров. Нет, вампиры слишком живучи. Это у орков не удается. Волки зато жирают медуз. Еще одна волна смерти. Многие пали, но тролли не пали духом и уничтожают вампир. Лорд Огры бросаются в атаку на скелетах, дабы защитить вождей орков. Но не удается уничтожить весь отряд. Конечно, больше нет, не такая уж большая защита у Вирмы. Орки уничтожают остатки скелетов и последнего зомби доедает волк. Волки были очень голодны, что даже мертвичина не стала проблемой для них. Великая победа 1307 опыта, черная жемчужина, кулон смерти, бездонный кошель, медаль доблести, бездонная сумма и навык следопыт. Ариэль садится на корабль, именно она отправится возвращать Вудхевен в руки волшебниц. Завершить ход. Завершить ход. И бой предстоит с некромантом рану. Он скорее всего не знает о заклинании волна смерти, хотя может и быть в курсе. Если он в курсе этой магии, то предстоит весьма нелегкий бой. Поэтому сразу Ариэль призывает элементарии, но думаю, что лучше использовать общее благословение. Волки идут вперед так далеко, насколько это возможно. Напомню, о кабанах они решаются не спешить. Тролли уничтожают полуросликов. Ну, хотя бы часть. Молния убивает двух троллей. Огры рвутся к победе и бегут вперед как только могут. И полуросликов добивают горки. Далее Ариэль одевает стальную кожу на огров, стальную шапочку, которая будет защищать от атак и приятелей. Но ранглы используют снятие чар. И теперь ни одно благословение не действует на огров. Огры, пожалуй, уничтожают скелетов, потому что скелетов больше удастся уничтожить, но нет. скелеты выживают, их добивают торт. Зомби еле ковыляют коврота. Волоки решили поживиться мясом кабанов, жирают трех. Нет, пятерых. Еще одна молния прилетает в троллей. Кабаны отправляются добивать оставшихся троллей, встречает сопротивление и погибло еще три кабана. И последних добивает сами тролли. Так, возможно, это будет финальный удар. Огры решаются использовать всю свою силу, чтобы уничтожить последних зомби, последних защитников крепости. Удар и зомби уничтожены. Великая победа. Ариэль получает 1698 единиц опыта и новое знание, новая мудрость. Красный игрок сокрушен. Враг разбит, а ваша армия празднует триумф. Волшебницы выражают тебе глубокую благодарность и обещают свою помощь на все то время, пока ты будешь слушать мне. Мой дорогой генерал, мне нужен твой совет. Близится время, когда нам нужно будет подготовить и нанести моему преступному брату последний удар. Мои советники не могут прийти к согласию. Половина из них говорит, что я должен отправить тебя собирать войска, чтобы напасть на лордов верных Арчибальду. Остальные, что мне следует послать тебя в путешествие через порталы на поиски легендарной короны всевласти. А что скажешь ты? И вновь сценарий очень похож на то, что нам предстояло, но при этом после этого будет еще какая-то битва. Итак, будем выбирать что? Седьмая миссия, финальный выбор будет опять же через корону, потому что здесь еще какое-то финальное сражение, то есть я соберу войска для девятой миссии, и после девятой миссии мне предстоит еще что-то. Это весьма подозрительно. Поэтому в следующей серии вызов будет брошен, а на сегодня спасибо всем за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.